Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 19 июля. В эфире программа День веков хронограф. Для вас проведем ее мы, я, Евгений Воскресенский и... И я, Светлана Рудская. Программа День веков хронограф поздравляет с днём рождения всех, кто родился в этот день и желая вам счастья, любви, благополучия. 19 июля родились известные люди, как прошлого, так и настоящего. Среди них... Хуан Флорес, первый президент Эквадора. Американский оружейник, создатель одноименного револьвера Симуэль Коль и Розалин Ян. Американский физик, разработавший метод определения инсулина в крови. Нобелевский лауреат. Французский художник-импрессионист Эдгар Деган. И писатель Александр Иванович Эрфель. Автор произведений Волхонская барышня, Минеральные воды, Бабий Бунт, Горденина и их дворные приверженцы и враги. Русский поэт Владимир Маяковский и русский актер Павел Панков, известный по фильму «Началья Чукотки», «Агония», «Волшебная сила искусства». Английский писатель Арчибальд Кронин, автор драм «Замок Броуди», «Пут Шеннона». И российский актер Александр Ширвин, снявшийся в картинах «Ирония судьбы», «Небесные ласточки», «Миллион в брачной корзине». Российские деятели киноискусства. Кинооператор Борис Александрович Петров и блистательный актер Василий Леванов, за плечами которого роли Дзержинского и Николая Первого, Жаркла Холмса и Дун Кихота. Сегодня 19 июля. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день в мировой истории произошли следующие события. В 711 году между Вестготами и армией Аммиядов состоялась битва при Гвадалете, окончившаяся полной победой арабов. И в 1270 году в Орде за отказ от речи от православной веры казнили рязанского князя Романа Олеговича. В 1551-м Карлсбургским договором подтверждены права Габсбургов на Венгрию и Трансильванию. И в 1650-м турецкий султан Осман Ага в Чигирине заключил военный союз в Багданах-Бринске. В 1799 году в Иркутске была создана российско-американская кампания для освоения Аляски. И в том же 1799 году в тот же день был найден розетский камень, благодаря которому расшифровали язык древнего Египта. В 1822-м французский ученый Жозеф Ильепс сделал первую в мире фотографию. В 1880-м Франция объявила войну Пруссии. В 1877 году русские и болгарские войска взяли шипу, освободив проход на Балкан. И в 1900-м году открылась Парижское метро. В 1918-м в РСФСР вступила в действие первая советская конституция. И в 1946-м состоялась первая кинопроба Мэрилин Монтрон. Сегодня 19 июля. Вы смотрите программу «День веков. Пронут». И начнем наш рассказ с событий, которые происходили в нашем государстве в былые времена. 19 июля 1096 года русские полки киевского князя Владимира Мономаха под Переславлем Южным разгромили половецкие орды хана Тугаркана. В годы, последовавшие за смертью Всеволода Ярославича, половцы часто совершали опустошительные набеги на Русь. Хан Боняк дошел до самого Киева и сжег в Берестове княжеский летний дворец. Хан Куря под Перемышлем завладел большими табунами коней. В 1096 году князья Святополка и Владимир Мономах узнали, что хан Боняк со множеством половцев воевал земли вокруг Киева и сжег княжеский двор в Берестове. Тогда же пришел Тугаркан, в Переславлю, где княжин Владимир, и стал упорнен. Святополк и Владимир пошли от Стародуба к Днепру. И втайне от половцев переправилось через Днепр. Половцы, заметив княжеские полки, едва успели построиться к бою. Но было уже поздно. Владимир сходу ударил на врага, и половцы бежали, не выдержав такого натиска. В этом бою пал один из самых могущественных половецких ханов Тугаркан, на дочери которого был женат киевский князь Святополк. 19 июля 1790 года во время очередной русско-турецкой войны в Керченском морском сражении русская эскадра под флагом контр-адмирала Ушакова разгромила турецкий флот подкомандованием Капудан Паши Хусей. Турецкая эскадра шла из Турции для высадки десантов в Крыму. И днем 19 июля в 25 милях к югу от Керченского пролива встретилась с русской эскадрой. Используя наветренное положение турецкого флота и превосходство в артиллерии 1100 орудий против 860, турецкая эскадра сходу атаковала русскую эскадру. Ушаков умелым маневрированием, занял выгодные положения и метким огнем на коротких дистанциях нанес авангарду и центру турецкой эскадры потери. Турецкую эскадру спасли от разгрома лишь быстроходность ее кораблей и наступившая темнота. Керченское морское сражение является одним из примеров применения новой маневренной тактики, основы которой были заложены русскими адмиралами Григорием Андреевичем Спилидовым и Федором Федоровичем Кушаковым по второй половине XVIII века. 19 июля 1812 года, во время Отечественной войны 1812 года, был издан манифест Александра I об образовании народного ополчения. Формирование ополчения в губерниях регламентировали правила, которые состояли из 22 пунктов и были изложены тут же в манифесте. Император обращался прежде всего, конечно, к дворянству, но выражал уверенность, что на его призыв защитить Отечество откликнутся и другие сословия. Городские общества, именитые граждане, купечество, мещанство, также казенные крестьяне и освободные хлебопашцы. Намечалось, что каждая губерния соберет ополчение, вооружит его, обеспечит провиантом, деньгами, и это будет губернтское войско. Соединением губернтских войск предполагалось составить областные земские войска или милицию. Разумеется, основу ополчения должны были образовать казенные помещичьи, то есть крепостные крестьяне. Ополченцы из крепостных крестьян по распуске ополчения не освобождались от крепостной зависимости, как и отставные нижнечные регулярные армии, а возвращались к своим помещикам. За убитых, умерших и пропавших без вести ополченцев помещикам выдавались зачетные рекрутские квитанции. Патриотический подъем населения был настолько высок, что к концу 1812 года все народное ополчение России составило внушительную цифру – 420 тысяч человек. Редактор субтитров А.Семкин